Что делать, если в втором браке мужчина не принимает ребенка от первого брака? Есть ли вина матери? Если кто из нас с вами вникал в жизнь мира, где грех не так сильно повлиял, животное, там тоже последствия греха есть, но не в такой степени, как на том, кто в эпицентре греха, в человеке. То вы, наверное, знаете такие факты. Львиный прайд, новый хозяин, убивает львят всех от предыдущего хозяина. И это не только так. А вы посмотрите на петуха, на курицу. Кто в деревне живет? В деревне сейчас никто не живет? Я живу. Я вам скажу, заклют на смерть. И так далее. Поэтому в этом греховном мире такие вещи проявляются. Поэтому, чтобы выйти второй раз замуж или женить второй раз, когда есть дети, в первую очередь нужно искать родителя второго, своему ребенку. Сможет ли он, она быть на месте матери и отца? Вот, я второй раз замуж ухожу и женюсь, потому что мне хочется. Один вариант. Мне одна сказала так. Батюшка, да я бы не сказал, что больно хочется. Да вот же в деревне живу, не молодая, поэтому она замуж. А не молодой зачем, говорит? Потому что не молодая, она замуж. Я же теперь сама уже дровать не могу пить, колоть. А, вон чего. Да понятно. Работник бесплатный, понятно. Чем платить будешь, если не молодая уже? Платить-то нечем, не молодой. Вот. Так вот, работники плат берут. Так вот, разные причины. И у второго брака вступают по-разному. По-разному вступают. А в первую очередь, если вот я, скажем, например, овдовел у меня дети, я решил вступить в брак, я первое, что должен сказать, мать моим детям, которая сможет быть в какой-то степени хотя бы матерью. И это в первую очередь, мы многие так не вступаем в брак. Второй раз. Мы многие седьмой раз вступаем не так. Ну вот. Да, да, да. Нужно думать о ребенке в первую очередь. Продолжение следует...